Новогодние выходные для большинства горожан продлятся с 1 по 8 января. Чтобы прожить их без происшествий, в городской администрации прошло совещание, в рамках которого обсудили готовность к новогодним каникулам. В начале совещания глава администрации Наталья Тихонова поздравила с профессиональным праздником спасателей Азбеста, а также выразила благодарность за хорошую работу, после чего перешли к обсуждению вопросов о работе в праздничные дни. Самые напряженные первые декады года по традиции будут у правоохранителей. Полицейские в эти дни будут нести службу в усиленном режиме. Кроме правоохранителей, в новогодние каникулы усиленный режим работы будут нести и специалисты противопожарной службы. В праздники серьезно увеличится нагрузка и на все подразделения коммунальных служб. В период новогодних каникул с 1 по 8 января 2017 года в целях устойчивого функционирования службы жилищно-коммунального хозяйства организование дежурства всех организаций жилищно-коммунального хозяйства независимо от их ведомственной принадлежности. Для проверения аварийно-восстановительных работ на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры сформированы диспетчерские службы и аварийно-восстановительные бригады по направлению деятельности с определенным составом сил и средств. В целях обеспечения надежного энергоснабжения, предотвращения и устранения последствий нарушений на объектах коммунальной инфраструктуры в период новогодних каникул будут работать горячие линии по вопросам ЖКХ. Сообщить о своих коммунальных проблемах можно по телефону. В городе Азбесте 7-53-24, в поселке Ревчинский 3-44-70 и 3-21-00, в поселке Малышево 5-36-49. Что касается здравоохранения, то большую часть нагрузки возьмет на себя скорая помощь, которая будет работать в круглосуточном режиме. Поликлиника номер 3 будет работать только 3 и 6 января с 8 до 14 часов. Детская поликлиника работает 2, 4 и 6 января с 9 до 14 часов. Стоматология откроет для горожан свои двери 3 и 6 числа с 8 до 14 часов. Кроме того, в новогодние каникулы азбестовцы смогут посетить спортивные и культурные учреждения Азбеста. В завершение совещания глава администрации Наталья Тихонова поздравила всех присутствующих с наступающими новогодними праздниками. Пожелаю вас поздравить с наступающим новым годом, прождеством, пожелать вам уверенности в завтрашнем дне. Ну и, конечно, сегодня, судя по общему состоянию зала, это, конечно, в первую очередь здоровье, потому что, когда есть здоровье, есть и желание работать, и идти дальше. И очень хочется верить, что следующий год у нас будет более удачный в решении наших с вами совместных вопросов. Анастасия Самарина, Владимир Денисов, Новости АТВ.